Помощь идинорогов. Какая карта несет информацию о помощи и поддержке? Что поможет вам в трудную минуту? Три варианта. Первый, второй, третий. Первый вариант. Карта Любовь. Средство, которое вы ищете, Любовь. Данная карта сообщает, что простое, но в то же время самое действенное средство, которое вы ищете, это Любовь. Чистая, Божественная, Исцеляющая. Вы сможете изменить любую текущую ситуацию, если будете проявлять больше любви по отношению к другим людям. Прямо скажите им, я вас люблю. Даже простое сохранение этого чувства может стать эффективным средством исцеления взаимоотношений. Пошлите свою Любовь тому, кто находится в трудном положении. Почувствуйте, как она исходит из вашего сердца и направляется к этому человеку. Кроме того, с помощью этой карты вас призывают обучать Любви других людей. Учиться можно самыми разными способами. Говорить, писать или петь о ней, создавая ее визуальные образы на рисунках, картинах или фотографиях. Можно вызывать у людей радостный смех, который раскрывает сердца, или вдохновлять их примером собственной жизни, наполненной Любовью. Помимо прочего, данная карта означает, что кто-то вас любит, но не знает, как показать вам свое чувство или рассказать о нем. Далеко не все способны свободно обращаться с сильными эмоциями. Сочувствие – это часть Любви, и это означает, что вам нужно быть открытыми для понимания индивидуальных особенностей каждого человека. Второй вариант. Карта «Будьте собой». Вы замечательный человек. Радуйтесь возможности быть самим собой. Иногда вы сомневаетесь, что нравитесь людям, и тогда пытаетесь кому-то подражать. Например, ведете себя, говорите или одеваетесь так же, как человек, которым вы восхищаете. Данная карта призвана убедить вас, что вы прекрасны без всяких ухищрений. Не нужно быть на кого-то похожим. Ваши дела будут идти намного лучше, и вы будете чувствовать себя счастливее, если просто останетесь таким, как есть. Проблема может заключаться не в вас, а в окружающих. Возможно, они просто хотят вас изменить. Перемены – неотъемлемая часть жизни. И всегда найдутся модели поведения, которые вы можете улучшить. Но вам ни в коем случае не следует пытаться стать другим человеком. Кроме того, помните, что истинные друзья любят вас такими, какие вы есть, и не станут пробовать превращать вас в кого-то нового. Они могут посоветовать вам отказаться от опасных привычек, но никогда не попытаются заставить вас измениться так, что вы перестанете нравиться себе. Поэтому проводите время с истинными друзьями, а не с теми, кто вас не понимает. Помимо прочего, эта карта говорит, что дела пойдут лучше, если вы доверитесь интуиции. Глубоко в душе вы уже знаете, что следует сделать. Уверуйте в эту внутреннюю истину и действуйте в соответствии с ней. Великие изобретения, книги и предприятия рождаются, когда кто-то следует собственному внутреннему голосу. Мы тоже появились на свет, чтобы производить позитивные изменения в этом мире. Для выполнения своей миссии вы должны всегда оставаться верным себе. Третий вариант. Изменения. Происходящие изменения позитивны. Порой мы боимся перемен, так как не знаем, что случится в будущем. Данная карта призвана убедить вас в том, что изменения, которые сейчас происходят с вами, к лучшему. Вы идете в новую жизнь. Не беспокойтесь, потому что в итоге все устроится как нельзя лучше. Изменения отчасти вызваны тем, что вы становитесь старше. Нравится уже не то, что было по вкусу в молодости. Это естественно, потому что перемены – неотъемлемая часть жизни. Все меняются, когда становятся старше. Вы отказываетесь от вещей, которые перестают хорошо работать, и заменяете их новыми. И родственники, и друзья будут действовать иначе, но в конечном счете вы все станете ближе друг к другу. К тому же появляется возможность завести новых друзей. Однако даже перемены к лучшему могут способствовать возникновению стресса, который влияет на тело, энергию и настроение. Поэтому сейчас, как никогда, важно хорошо заботиться о себе, выделяя достаточно времени на сон, физические упражнения и игры. Кроме того, старайтесь чаще обсуждать свои чувства с друзьями и родными. Возможно так же, что данная карта просит покончить с тем, что вы делаете, с тем, что делает вас несчастным и вредит здоровью. Например, отказаться от вредной привычки или разорвать негативные отношения. Сама первая мысль, которая придет в голову, будет правильной. Попросите ангелов, единорогов, друзей, родственников помочь вам, если путь обновления кажется трудным или пугает. Их поддержка в пору значительных перемен очень важна. И если вы научитесь радоваться изменениям в жизни, то она начнет приносить вам гораздо больше удовольствия.